о привет youtube ну что мы здесь и вы тоже здесь сегодня понедельник мы качаем спины самая большая мышца одна из больших мышц вчера было воскресенье мы очень хорошо отдохнули я не знаю как мой тренер отдохнул я отдохнул нормально постараемся сделать он что молом опадом мяшу пицца и дым пиццу салаганта все равно фараба скрыть эракуна пицца ищи лару и амбургер да я думаю что иногда можно ученым был он чувак китая штуаль гамз даму я мы забыли кашку я упражнен а устану тягетом башин за и как всегда он будет меня злить я буду стараться делать по максимуму урага каламая на пункт провести ручки взялись пара так что оставайтесь с нами мы постараемся для вас и для себя в том числе сделать по максимуму ну давай мой тренер всегда перед тем как вы делаете особенно становую тягу постарайтесь немножечко разогреть низ спины так как большинство нагрузка идет на низкий гиперэкстензия вам будет в помощь немножко ребят напишите в комментариях как вы настраиваться на тренировку как что вы для этого делаете например в какое-то время я перед тем как когда я ехал на тренировку я оставил на ю тубе какие-то мотивационные ролики фила хита флекса уиллера и это мне где-то помогало немножко ободрило меня настраивала на тренировку напишите в комментариях обязательно мне будет интересно почитать свой настрой на становую тягу я всегда определяю с пустого грифа как пойдет пустой гриф если он тяжело уже идет я уже понимаю что веса у меня сегодня не пойдут а если я чувствую что гриф такой легкий я свободно его поднимаю даже пустой то я понимаю что сегодня будет очень хорошо это один вот Когда вы тренируете с партнером, с тренером, независимо от того большой вес или маленький, очень важно, чтобы ваш партнер всегда стоял рядом, следил за вашими движениями. Потому что даже при легком весе в любой момент может произойти форс-мажор, судорога, отказ, голова-кружение. Когда вы делаете подход, допустим, для меня, очень важно, чтобы Умит стоял рядом и смотрел, потому что когда он наблюдает, это как контроль. Вы знаете, я понимаю, что мне нужно сделать, потому что он смотрит, он заставляет вот этим взглядом, вот этим наблюдением. Это как вот видеокамера, которая за тобой наблюдает. Пина начинает потихоньку, в хорошем смысле слова, забиваться. По поводу тренировки ног, скорее всего, подозреваю в плохом сне, потому что последние двое суток перед тренировкой ног мы тренировали ноги в пятницу. У меня был не совсем хороший сон, первое. И это тоже очень влияет, когда вы не добираете калораж в питании. Раз. Два. Давай. Три. Четыре. Хорошо. Пять. Половина. Бер. Профессиональный ремень, пауэрлифтеров. И хочу сказать, таких ремней в Ташкенте. А можно сказать, даже, да, в Узбекистане? Да. Три или четыре штуки всего лишь. Давай, Монсор. Раз. Три. Например, из неправильной еды. Я иногда позволяю себе пиццу, плов. Но это очень редко. Неделю раз, десять дней один раз. И то не намеренно покупаю, а вдруг попадается. Если ты в гостях. Ну что, мы сделали первое упражнение. Одно из самых тяжелых. Организм в стрессе сейчас максимальном. Двигаемся дальше. Семь. Давай. Восемь. Девять. Ба. Ай. Наш. Молодец. Да. Да ты остался. Ба. Еще три. Да. Уже разогреваюсь. Уже немножко легче. Уже нет ощущения, что это утро ранее. Уже кровь набежала по всему телу. Вены расширились. Видите, я ему помогаю. Он бы не смог. Еще два. Раз. Два. Три. Четыре. Давай. 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 Два. Три. Четыре. Давай. 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 Еще. Раз. Два. И опять. Собираем лего. У вас есть дома лего по 20 килограмм? Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Пять. Одно из моих любимых упражнений. Для кого-то, кто знает английский, в будущем я сделаю некоторые видео в английском. Если это интересно для вас, пишите комментарии. Я буду пытаться делать некоторые видео в английском. Субтитры сделал DimaTorzok. Два упражнения. Тягу верхнего блока, если я правильно ее назвал. И сразу на трассовере задней дельфи. Все зависит от каждую неделю цикл тренировок меняется. Месяц один раз мы делаем неделю тяжелых тренировок. То есть, потом есть, когда мы берем умеренные веса, рабочие веса. Потом есть менее умеренные веса, да, то есть ниже рабочего веса. Но повторы идут 15-20 раз. Соревнования между атлетами, которые покажут самые атлетичные с тела. Оно должно быть сухое, с минимальной водой, с минимальным жиром. Прорезанность, выделение мускулатуры каждой мышечной массы от другой. То есть, плечо отдельно должно линии выделяться от притеса, бицепса и так далее. Двадцатки не могу нанести. Двадцатки не могу нанести. На каждую руку отдельно, тягу сверху, глоку сверху вниз, на широчайшую. Простонародье называют накрылья. И на этом мы сегодня завершим нашу тренировку. Ну что, друзья, подписчики, любители спорта, бодибилдинга. Сегодня мы с вами прощаемся до следующей тренировки. По ощущениям, сегодня тренировка удалась, пусть даже не на 100%. Но мы постарались сделать по максимуму. Надеюсь, что вам будет интересно это смотреть. Если у вас возникнут какие-то вопросы, комментарии, пишите. Рад буду ответить. Всем хорошей недели, начинающей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова